Музыка Традиционная культура коренных малочисленных народов Севера является собой великолепный вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры. В условиях глобализации весьма актуализируется обращение к культурному наследию коренных малочисленных народов Севера, а также вопросам сохранения и изменения их традиции, хранящих положительный исторический опыт. Их мудрость, нетребовательность, умение в любой незнакомой остановке найти выход из положения, устроить жилище, разжечь костер, добыть зверя, рыбу, без посуды быстро и вкусно приготовить пищу. У народа, живущего бесхитростной жизнью, музыкальные инструменты также просты, безыскусны и оригинальны. Эвенов и овенков можно рассматривать как две ветви одного и того же народа, составляющие часть местного населения Якутии. По языковой классификации входит в тунгусо-манчужскую группу алтайской языковой семьи. В дореволюционной литературе эвенов называли ламутами, а эвенков – тунгусами. Эвены и эвенки – самобытный народ. Их самобытность выражается прежде всего в неповторимых обычаях, обрядах, отражающих глубинную народную мудрость. Но нет сомнения в том, что они, ведя кочевой образ жизни, испытывая очевидные трудности, живут полнокровной жизнью благодаря древним традициям, которые обладала колоссальной силой воздействия на образ мыслей, поведения, поступки людей, представляя собой целый свод неписанных законов, бережно предававших из поколения в поколение в течение длительного периода истории. Основными видами деятельности эвенов и эвенков являются оленеводство, охота и рыболобство. Но олень для всех играет важную роль. Он дает все основные источники существования. Недаром говорится в стихотворении Василия Дмитриевича Лебедева Произведение народного творчества отличается уникальностью разнообразия. Содержание устного наследия отражает основные виды их хозяйственной деятельности. Музыкальный фольклор исполняется по календарно-трудовым циклам, ритуально-культовым, танцевально-игровым, семейно-бытовым, массовым народным праздникам. В традиционно-народном искусстве у них значительное место занимает хороводный танец «Эджи», имеющий религиозно-обрядовый характер. Такие коллективные танцы проводятся весной и летом при ежегодных традиционных встречах. Они вселяют чувство единения, коллективного разума, уверенность в преодолении и взгод, веру в добро. Национальный музыкальный инструмент является частью духовной и материальной культуры эвенов и овенков. Музыкальная этнография располагает знанием более чем об одной тысяче фоноинструментов в Сибири. В настоящее время все они дифференцируются на 150 типов. Степень изученности этих инструментов разная. О подних инструментах информации можно сказать достаточно, а других нет. Основным музыкальным инструментом эвенов и овенков, как и у всех народов, является шаманский бубен. А также широко распространены ударные и шумовые инструменты, в основном из подручных материалов, которые использовались в быту. К фоноинструментам, производящим шумовую атаку промысловой целью, следует отнести ударяющие, ударяемые, соударяемые, скребковые, встряхиваемые предметы, среди которых можно отметить палки, камни, кости, ракушки, копыта и другие. Прежде всего, довольно часто хлопушкой оказывается предмет с факультативной фонической функцией. Это практически любой крупный предмет, которым ударяют по стволу дерево для сбивания ореховых шишек. Фрикционная лопатка оленя выявлена у индигироколымских эвенов. Называется игеки-амунен. Для изготовления игеки-амунен оленеводы берут старую, хорошо высохшую кость лопатки оленя и делают на ней в центре сквозное отверстие. В это отверстие вставляется плотно подстегнутый стержень стрела. При звукоизвлечении стержень вращает и извлекает звуки, которые, по словам оленеводов, очень напоминают голоса собак и далеко слышны в морозной тундре. Таким инструментом оленеводы развлекались всю ночь дежурства в саде, извлекая интересные мелодии, а также отпугивали волков. А охотники на дикого оленя, имитируя лай собаки, гнали его к засаде или в воду. У эвенов и эвенков лопата оленя является также предметом для гадания и ворожбы. По словам носительницы эвенского языка и фольклора из Усианского района Зинаида Платоновна Никулиной, данный инструмент у них называется ийтеканмер. Используется как оберег, а также вывешивается на дверях палатов для отпугивания волков. У аллайховских эвенов называется хиргегип, что в переводе означает «гадальник». Это лопатка оленя. У нас, вот в нашем улусе, но я с малых лет помню, что ее как инструмент не пользовались, и где попало не бросали, это была самая святая из святых костей. На ней гадали, на ней, да, можно даже, да, мой отец, например, узнал, где олень потерялся, где олень находится, да, и он, знаете, как делал? Вот тут сначала берет, говорит, что ему нужно, и называет реки, сопки, то, что находится поблизости, да, и маленькие озера, и просит, покажи, где находится аллель, где находится стадо или же один алли, и брал, и уголь горячий, красный, перелаживал и держал так. И тут начиналось все чудо. И после этого он, ну, он держал, пока уголь не потухнет. И вот тут и смотрел, когда остынет. И тут у него, где находится олень, обязательно бывало, да. Или же вот, например, у нас однажды олень потерялся, очень хороший олень, и мы жили около Карамасита река, и Чокчур называется, гора, и озеро Кучукань называлось. И вот тут оно у него вышло, тут это, Чокчур, вот гора, гора такая нашла, и вот, и отсюда идет, вот протока маленькая идет, вот Карамасита тойдаг идет. Вот Карамасит, потом еще Карамасит, веточка Карамасита начиналась. И вот там и указывалось, что там олень находится. И вот идет, 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 и тут точка. И потом он говорит, да завтра все равно постоит. И пошли, и сразу нашли, принесли. Или же он, когда вот вообще зима, да, вообще не видно, где олени, дикие олени пришли, он тоже вот эту берет, тот дожигает, и тоже узнает, где находится олень, где это. И он собирается завтра. Завтра, на завтра никому ничего не говорит, никто его не собирает. Это для него считалось неудачей, никто не провожал, пока он не отделится, никто не выходил с этого, с иранги. И привозил дикого оленя. Он никогда много не стрелял, сколько нужно, столько и стрелял. Вот поэтому она называлась святой из святых. Они даже лопату топором не рубали. Вот они силиком взяли, положили. Если не нужно его использовать, они закапывали его, чтоб никто не трогал ни это. Поэтому у нас считается лопата самым-самым святым. Подвеска-погремушка из рога оленя, нанизанная на кожаные веревки или подвешенная кожаными веревками на деревянном бруске, на сегодняшний день самый распространенный музыкальный инструмент у овенов и овенков. У индигироколымских, аллаиховских, тампонских и устьянских овенов данный инструмент называется кангалде, что в переводе означает «издающий шум». У аллаиховских также бытует название как чин. Подвеска-погремушка из рога оленя и деревянного бруска кангалде, которые подвешивали на шею оленя, продолжали бытовать у выше упомянутых овенов до конца XX века. Вот это тоже, например, это из маленьких кокчинов, то есть когти, да, олени, копыта, да, копыта оленя. Кокчин называется. Но кокчин, он же весь палец. Даже в песнях. Кокчин, вот когда олень бежит, издает звук, да, ударяется. Кокчин, он весь полностью, вот этот кокчин, вместе с копытой, он называется. Вот этот кокчин, они служат музыкальным инструментом. Любая часть кокчина, да. Вот это, например, копыта. Охте. И кокчин, вот эти суставчики, тоже самое используется. Между вот этот, как ее, вот кругляшки такие, мы постоянно в детстве, когда бабушка шила нам вот эти ровдужные мячики и постоянно наполняла, не шила, а вот это из мочевого пузыря оленя. Ага, делала, наполняла, разделывала и потом как-то натягивала, мочила и она надувала туда. И в таком виде она круглая становилась, как мячик. Но туда вот эти кругленькие же суставчики же есть, туда колола очень-очень-очень много и получался такой звуковой инструмент. Вот это то же самое, да. И когда бросаешь, и она как бы как погремушка идет. Круглая из мочевого пузыря оленя. Канде это делается тоже институт. Канде. Делается из тростниковой породы дерева. Тоже подвешивается сюда и своеобразный звук отдает под удары. Когда друг другу ударяешь, когда она, как сказать так, сучок дерева же бывает. И точно так же сучки кустарника очень много. Есть толстые, есть средние, есть тоненькие. И подвешиваешь. Очень-очень много. И тогда, когда ударяет вот этот, и звук издается. И точно так же вот сейчас мы пользуем своих, ну вот, творчестве, например. И вот опять же взято от традиционного уклада оленевода. Вот это все используется в быту. Вот эти игрушки, мы погремушками назывались эти игрушки для нас. Но это потом, после, когда я родилась, ну когда начала помнить, так всегда вот такое было. Это держали, то держали. И еще основной игрушкой было, это колокольчики большое значение имели, да. И колокольчики, каждый колокольчик по-разному звучит. Вот этот, например, вообще по-другому. Это какой-то мягкий, да. А вот это совсем грубый. И поэтому, когда я уже начала подрастать, начали выступать, вот эти колокольчики, раньше таких не было, это были старинные колокольчики. И эти колокольчики, они где-нибудь вот так присоединяли, и, в общем, звук издавался. Вот сейчас вот эти все копыта, вот пользуются этими копытами. И если вот посмотреть, да, никогда вы, наверное, не видели, белые копытца, олени, совсем по-другому звучат, чем вот эти копыта. Вот я однажды, я тоже подумала, когда у меня ансамбль, я был у меня очень далеко, я думаю, тоже надо звук какой. Я как раз с Дакаловой познакомилась и увидела у нее маленькие копытцы. И пока, хотя нам не разрешали, да, запрещали, и я рискнула и сделала такие инструменты своему ансамблю детям. И потом, и тогда мне мама сказала, а ты, говорит, если ты такие сделала, ты о чем-нибудь думала или нет, говорит. Я думала, говорю, я думала, конечно, хотела, чтобы, хотя мы играем этими копытцами, да, на сцену играем, выступаем, чтобы олени мои сохранились, и это им было не во вред. Я говорю, ну, хорошо, значит, это, наверное, природа услышала. И вот начали делать. Сначала я, это копыта варят, вот эти косточки все варят, и после этого остужают, очищают, потом вот соединяю. Вот эти инструменты все, да, каналдаден по-венскому называется, каналда, каналда. Это тоже каналда называется, вот это тоже каналда, это чогу называется, вот это все называется, мы называем, например, каналда, мы все называем. Это в моем улусе так называется, каналда. По отдельности названий нету, наверное, я ни разу не слышала. У алданских овенков подвеска-погремушка, из деревянного бруска и копыт, и бабок оленя называется, мангарок, а костяная подвеска на одежде называется, гус. Раньше вот я такие видела, когда оленей подзывать утром, да, мешочек, из-под соли мешочек, и внизу вот эти висоли. И вот когда звали, олени там очень недалеко не уходят, да, особенно там весне, даже видно, вот, там напротив, да, гора стоит, там даже, и кушают, да. И когда надо им куда-нибудь на охоту, надо же леней подозвать. И вот у меня у старшего брата голос такой громкий был, начинает. Мах-мах-мах-мах-мах-мах-мах. Они услышат, да, сразу услышат. И бегом, аж пеный за рта идет. Бегом и прибегает. Ну, один побежал, все бегут за олени. Это вот так, вот так. Ну, не то, что олени, вот эти животные, да. У них бы всех, у лошадей, у всех вообще животных. Побежал, и до них. А, как много, ага. Поэтому мамка вот называется. А раньше еще вот эти маленькие, да, вот, например, вот такие, вешали на, там, на юльке были. Есть же деревянные, да, кишки, которые, когда едут на оленях, да, с одной стороны, вот ребенок, с другой стороны, там, на эту, другая сумма. Чипича. Это деревянный инструмент. С оленкийского переводится, как птичка. Две птички устанавливаются на пластинках. У инструмента есть рукоятка. При движении направо или налево птички издают звуки, ударяясь клювами о деревянную стойку. На данном инструменте, импровизируя, можно передать разговор птиц-подружек, согласную беседу и ссору. Данчики. Это деревянная лопатка, напоминающая якутский музыкальный встряхиваемый шумовой инструмент джага с деревянными шариками на прочных нитках. При встряхивании шарики ударяются о лопатку. Роль инструмента в ансамбле эвенкийских народных инструментов, солирующая, может меняться в зависимости от задачи, поставленной перед исполнителями. Пасахалда. Это шумовой встряхиваемый инструмент. По словам Зинаиды Платоновны Никулиной, данный инструмент можно изготовить из дерева и из рога чубуки. Первоначальное предназначение пасахалды – пригон оленей. В таких местах было табу громко разговаривать и тем более громко кликать оленей, и с помощью пасахалды пригоняли оленей. Мембранофоны относятся к численности небольшим группам фоноинструментов. Источником звука мембранофонов является перепонка мембрана, которая может быть суть инструмента и даже его единственной составляющей частью. Например, погремошка из пленочных органов животных или мембраны для изменения тембра голоса. Разумеется, наиболее значение среди мембранофонов в Сибири придается шаманскому бубну. По мнению Юрия Ильича Шейкина, процесс становления традиции интонирования на мембранофонах начинается с барабанов и шкур животных, хотя изначально по своей основной функции они барабанами не являлись. Они представляли собой растянутые шкуры животных, которые не имели специальной выделки. Важно отметить, что жертвенники и шкур являлись предметами культуры, содержащими потенциальные возможности ударяемых барабанов. Удар по шкуре жертвенного животного первоначально означал обращение к его духу. Барабан из кожи вытеснил в качестве магического репрезентанта все идеофоны и аэрофоны, которые могли претендовать на эту роль. Именно круглый бубен из кожи стал символом шаманской практики в Сибири. Как вышесказано главным инструментом эвенов и эвенков является бубен. По сообщению носителей эвенского языка и культуры из Момского улуса Евдокии Николаевны Боковой и Аллайховского улуса Максима Ильича Дудкина, у эвенов есть три разновидности бубна. Первое. Шаманский. Ункту. Второе. Песенный. Ункту-кен. От Ункту и Кен. Песня. По структуре аналогичный Камчатскому. Третье. Для игр Кебеке. Аналогичный Чукотскому. Круглый и с внешней рукояткой. Бубен как атрибут Камлания служил шаману инструментом общения с духом и транспортным средством, переносящим в другие миры. До сих пор без него не обходится ни один обряд. Миф о рождении шамана из яйца наводит на мысль о том, что бубен является вместилищем души шамана. Шаманский бубен эвенов имел овальную форму, наклеенную мембрану из тонкой шкуры олененка, широкую и тонкую обечайку, шнуровую крестоведную рукоятку, четыре скобы с нанизанными трубчатыми подвесками с рисунками солнца и моря на внешней стороне. Образец шаманского бубна у горно-материковых эвенов внешне похож на оленю, лопатку или листик, а мембрана не крепится к обечайке клеем, а растягивается шнурами, которые с тыльной стороны образуют крест. По внешнему виду такой бубен имеет сходство с растяжкой для сушки жертвенной шкуры и этим напоминает якутский табык. Эвенкийский бубен, как и эвенский, имеет овальную яйцеобразную форму. Обтянут он прочной кожей лося. Кожа представляет особую перепонку мембрану, которая может звучать лишь в натянутом состоянии. Перед началом камлании бубен нагревает над костром, и чем больше он нагрет, чем чище и громче он может издавать звуки. Эвенский песенный бубен по функции аналогичен камчатскому и распространен в каждой семье. Он используется во время праздников как инструмент, сопровождающий праздничное пение и массовые танцы. По мнению многих носителей эвенского языка и фольклора, пение и танец бубенам вне шаманского обряда не приветствуется. По рассказам бабушек моих, бубны моих прапрабабушек, прапрати, тетушек, они как бы держались постоянно закрытно. Никому не показывали, этим только пользуется сам, который использует в своем обряде, бритуале, камлании. И она более другая, она более яйцевидная, не круглая, яйцевидная. Потому что бабушка, когда я еще живая была, она мне подарила бубен. Маленький такой бубен. Или она специально изготовила такой бубен. Она же видит, что у меня есть петь, показать свою культуру. Она вообще исполнительница горлового пения, она Дудкина Александра Егоровна. Я постоянно ей говорю, если бы не она, то ее обучение, если бы она не рассказывала бы устное народное творчество, не передавала бы. Если бы не ее одежда, сшитая ее руками, то меня как такого человека, который вот сейчас видите, меня бы не было бы. Благодаря ее, действительно, я вот сохранил и всегда я о ней помню. Бабушка, когда была живая, она постоянно говорила, зря не ударяй, зря не пей. Особенно вечерами, говорит. После пяти. Почему именно после пяти? Наверное, это когда уже солнце садится. Нельзя шумовыми инструментами пользоваться постоянно. А именно в определенное время, в определенные дни, в определенные дни, когда проводятся ритуалы. А все-таки бубен, он у нас играет важную, главную роль, потому что он сакральный инструмент. Любой даже, да, используешь вот в песне, все равно он издает какие-то звуки, какие-то вот связанные с миром, да, потусторонним миром, или нижним миром можешь, или с верхним миром. Для пения отдельно сейчас используется, да, для танца он более другой. Но один-единственный, который испокон, но испокон веков остался, этот бубен, он сакральный, он служит для обряда, для кормления, для лечения, для общения с предками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удаки – это венский деревянный ударный инструмент, что в переводе означает «доска для кройки». По словам Зинаиды Платоновны Никулиной, в быту использовался как кроильная доска или доска для резки мяса. У бабушки, прабабушки, была тоже своя дошечка Удаки, которым она возле себя постоянно держала. и она служила частью одежды, частью жизни, потому что посредством, когда она камлала, камлала, ударяла бубен, но она использовала вот эту дошечку как бы транспортным средством. Эвенкийский музыкальный инструмент – конкавор. Следующий ударный инструмент – это эвенкийский конкавор. Состоит из нескольких ударных инструментов – элекосиптумурук, гемурук или мурук, дыгимурук, тунгемурук, нюнгемурук, а также висящие на треугольной подвеске черептун музыкальные палочки макат или ложки умкан. На палочках для резонатора есть по 2, 3 или 4 прорези. Поперек просверлены сквозные отверстия. На черептун подвешивают также хорок и тетерек. Красивый инструмент с множеством просверленных отверствий, имеющие колоритное звучание. Конкавор украшает эвенкийским орнаментом. Инструмент легко собирается и разбирается, изящен на вид, легок, удобен для концертных выступлений, имеет колоритное национальное звучание. Аэрофоны. Архаичные фоноинструменты представлены несколькими формами свободных аэрофонов. Свистящий пруд, хлопающий бич, вихревые вертушки, жужжалки, вращаемые пластинки, гуделки. Традиционный инструментарий характеризуется, с одной стороны, уникальными сибирскими типами, с другой, общими видами шалмеев, свистков, флейт и труб. Жужжалки-гуделки. Среди архаично-духовых инструментов, изготовленных специально для фонации, но сохраняющие архаичную технологию изготовления, и сонорику, следует отметить вихревые вертушки-жужжалки и вращаемые пластинки-гуделки. Они распространены почти у всех этносов Сибири, но преобладающие значения имеют жужжалки. Гуделки по функции и по названию часто сливаются с жужжалками. У тунгуса-мантюрских народов жужжалка известна практически во всех этнических группах, а гуделка, наоборот, не отмечена ни в одной из групп. Забвение гуделки в данном случае объясним ее магическим значением и системой соответствующих запретов к бытовому применению. В целом, жужжалка обладает функцией детской игрушки. У овенков она называется хируфке-вун, а у венов – ку-ру-кен. Тальниковые свистки. Тальниковые свистки недолговечны, но на основе этого доступны для постоянного производства материал, формируется традиционная и редкая технология изготовления свисткового устройства. Изготовление аэрофонов и страв кажется самым явным шагом назад в процесс создания мира традиционных предметов. Свисток и пищалка из пера – явление редкое и даже уникальное. Свисток изготовлен из высушенного горла птицы Бельгау. У енисейских овенков считалось, что горлышко птицы будет точнее воспроизводить звуки, подражающие голосам птиц. Охотники с помощью этого инструмента извлекали свистящие звуки птиц. У индигироколымских овенов такие свистки делали из горловой трубки лебедя или гуся. Биологический материал для инструментов, воспроизводящих звуки, должен быть сырым, что позволяет считать эти инструменты одноразовыми. Из перьев, из травы, из камыша делаются пищалки. А из тростника она как бы свистульки. Разные-разные. Потому что мы в детстве, в советский период, игрушек-то мало было. И вот родители нам все-все готовили. Лишь бы как-то что-то звучало, лишь бы как-то, чтобы ребенок тешился, и это все бегало. Напеваемые трубы скрывают голос человека. Это инструмент для создания сонорной маски. Чаще всего эти инструменты связаны с ритуальными представлениями о голосах окружающего мира. Они позволяют передать в мир духа в то, что простым голосом не передается. Возможно, поэтому напеваемые трубы называются медвежьими, а их использование окружено запретами. Кенгукте ингасинган – это архаический инструмент. Заготавливался весной из сухой прошлогодней травы. Охотники пользовались этим инструментом, как манком в виде сухой дудки с прямо срезанным одним концом и косо-срезанным другим. Звук манка имитировал урчание медведя. Она использовалась в качестве сигнального или звукоподражательного инструмента на медвежьем празднике. Хардафоны встречаются практически у всех этносов Сибири, но далеко не в каждой культуре они входят в систему существенных признаков в интонационной культуре. Хардафоны появились в эпоху архаики и связаны с интонационным использованием туго натянутой упругой нитки, волоса или жилы. Чаще всего этой целью используются жилы. Один конец, который зажимается зубами, а другой оттягивается рукой. Натянутая жила начинает звенеть от прикосновения к ней пальцем свободной руки. Рот исполнителя в этот момент служит резонатором. Использование ротовых инструментов привело к становлению такой нормы органофонического мышления, как традиционная игра на варгане. Музыкальный лук – это эвенский и эвенкийский инструмент. Этим инструментом пользовались шаманы, сажав зубами конец древки и ударяя по струне тетивы стрелой. Звук, как на бубне. Исполнитель менял звуки на луке только динамически и ритмически, сильнее или слабее ударяя по тетиве или выступивая слоговый ритм песен. А у аллайховских эвенов данный инструмент называется инджи, что в переводе с эвенского означает «жила, сухожилие». Лук, вот как бы лук нам давали. Ниток не было в советское время. Бабушка-то постоянно нитку берегла. Говорит, вот советские нитки, капроновые нитки вообще мои не трогайте, потому что я использую в своих целях. Я вам лучше вместо этого натянуть, я вам дам вот эти жилы, сухожилия, которые сученые, которые сшиваются. Она тоже вот использовала в себе. Но она говорит, я лучше вот так надену. А мы вот играем, играем, и еще вот. Вот когда два лука берешь, и звук такой. Однострунная скрипка или арфа, или что-то. Вот тебе и предмет быта, который используют охотники, или что-то, она становится уже предметом музыки. Извлечь звук. Вот откуда мы, с какого предмета мы извлекаем, тем и пользуемся. Варган – это реликтовый результат органофонического поиска и отбора стихийно возникавших и исчезавших фоноинструментальных норм, в том числе и предваргановых, щепки, ветки, рамочные щепки варгана. Существенную роль в этом отборе ротовых инструментов сыграли параллельные варганам и предварганам хордофоны, играющая струна и музыкальный лук. Но по опрошенными нами носителей эвенского и эвенкийского языка, фольклора аллайховского, тампонского, устьянского и алданского районов данный инструмент отсутствует. Севдепчу. Название Севдепчу в переводе – веселый. Инструмент получил такое название за своеобразное звучание и тембр. Звучание действительно то веселое, с характерным колоритом, то трогающее до глубины души задумчивостью. Севдепчу состоит из кузова, грифа, головки с колковым механизмом для настройки трех струн. На фанерный кузов округлой формы натянута кожа кабарги. Нижняя стенка кузова имеет голосник. В основании три стойки для струн. Есть подставка, на которой опирается струн. К кузову наглухо прикреплен гриф с головкой. Сборка на грифе нанесена ладовая разметка по хроматизму. Таким образом, в настоящее время эвенский и эвенкийский музыкальный инструментарий является малоизученной. Обычно при названии музыкальных инструментов приходит на ум только наличие общераспространенного инструмента бубна, имевшего обрядовое значение. А у других музыкальных инструментов речь в этнографической литературе заводится очень редко. Практически все музыкальные инструменты это те вещи, которые использовались в быту, но в последующем превратившиеся в музыкальные инструменты. Поэтому, ссылаясь на фрагментарные и краткие сведения о музыкальных инструментах, мы узнали о наличии почти всех видов духовых, шибковых, смочковых, ударных инструментов у кочевников севера. Субтитры создавал DimaTorzok